здрасте и в сегодняшнем ролике мы продолжим сборку робота из гироскопера прошлый раз установили колеса теперь нужно установить поддерживающие ролики здесь произошли некоторые изменения в конструкции причина следующая я подобрал колеса поддерживающие специально сделал под них дырки чертеже но как оказалось эти колеса не те которые можно купить просто так поэтому я оставил здесь свободное место и сами по себе ролики ну там они могут быть разными как бы это не звучало в чем проблема с этими роликами самое 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 главное какие нужно взять чем первое главное ролики должны быть на платформе это самая главная часть самая главная проблема то есть есть ролики вот такого вот типа да что они там по высоте сходятся все хорошо но первая проблема соответственно торчит обычная гайка но это еще там пол дела можно как там высоте сделать вторая проблема в том что крепеж происходит только на одной оси и поверьте мне примерно через полмесяца после того как он поездит вот здесь будет разбито так сказать очень разбитое отверстие не стоит вот такие вот вещи покупать не стоит равно как и ролики от кресел с ними все очень плохо второе по проблемности ролики это с тормозом ну казалось бы тормоз тормоз даже хорошо можно нажать но проблема в чем в том что ролик когда двигается он должен быть внутри платформы для того чтобы ни за что не зацеплять и поэтому приходится делать внутрь проблема в чем но казалось бы чуть-чуть сдвинем и ладно ставим один ставим второй внутрь там не тот же не суть ставим 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 делаем их внутрь потом нажимаем и он начинает вот так вот валится то есть вместо того чтобы держать он начинает заваливаться нет проблем поэтому самое лучшее это вот такого типа на платформе и вторая часть соответственно высота высота в установке такого вот когда у нас сверху находится 60 миллиметров но мы можем поставить ведь и так больше клиренс выше горы в этом случае нужны ролики высотой 85 общей вот соответственно они могут быть очень-очень разными я хотел приложить ролики из в описании ролика хотел приложить ссылочки где можно купить на алиэкспрессе но они там очень сильно меняются поэтому ну не знаю я лично в итоге купил влива ой нет и не долгий ящик берем болты м4 на 15 или на 20 и устанавливаем и и и Ну, в итоге, как мы видим, падать он никуда не хочет, все хорошо, и при поворотах никакой из колес не попадает. В общем, самая главная часть — это шайбочки. Если вы поставите просто на гайки, дело закончится ровно точно так же, как и вот с этим, в обязательном порядке. Следующая часть — контроллер. Его тоже нужно укрепить, чтобы он никуда не делся. На чертеже я точно так же убрал крепежи, потому что попались мне два контроллера с очень нетипичным креплением. Они там почти на 4 мм отошли. Ну, китайцы такие, китайцы. Ну, собственно, ставим по месту, сверлим и устанавливаем. Ну вот, шайбочки здесь уже не нужны, на самом-то деле. Там даже проблема в том, что они могут начать упираться непосредственно в транзисторы. Иногда бывают М4 шайбы очень большие. М4 — 20, М4 — 15. На самом деле зависит от толщины непосредственно платформы. То есть для 4-5 мм, склеенных вместе, это получается М4 — 15. Вот. Ну, если из шестерки будете клеить, значит будет М4 умножить на 20. Все. Контроллер у нас установлен. Колеса установлены. Осталось закрепить сами крепежи. И тут есть две вещи. Первое. Сам по себе крепеж колес, он, ну, банален. Защёлкиваем до конца. Прям со щелчком. И вторая часть в обязательном порядке нужно вот этот вот колпачок закрыть. Почему? Потому что здесь торчит вот эта вот вещь. И ей совсем не нужно замыкаться вообще ни с чем. Вот это вот точно лишнее. Устанавливаем. Следующая часть — это сами по себе провода. Ну, по-хорошему, конечно, надо укоротить. То есть мастера паяльника меня поймут, вырезаем, спаиваем. Ну, для прочих рекомендую, так сказать, всё это дело стянуть кружок. Вот каким-то таким образом. Вот. Далее, соответственно, ставим холлы. Такая же вещь. С этой стороны не точно так же длинные, поэтому вот как-то так продергиваем наводки, которые иногда говорят, что будут, но на самом деле не наблюдал. Так что продолжим. Раз. Раз. Ну, вот и всё. Следующее. Для подключения непосредственно к компьютеру нам понадобится либо эта, либо эта сторона. Разница в чём. Здесь можно подавать плюс пять в качестве управляющих контактов. Вот. Это важно, потому что некоторые компьютеры не все умеют работать с питанием 3.3. Эта же сторона — только 3.3, никаких вообще других вариантов нет. Поэтому я там пойду по самому сложному варианту. Сложному, потому что этот проводок покороче. И тянуть его куда-то придётся делать некоторую надставку. Но для остальных можно использовать в качестве крепежа, если нет стяжек. Стяжками, разумеется, будет покрасивее, поинтереснее. Да вообще это всё обрезать и поставить будет, конечно, в разы лучше. Вот. В итоге у нас получилась вот такая вот вещь. Тут самая главная история заключается ровно в одном. В том, чтобы это всё не попало в колёса. Потому что если оно попадёт вот сюда и колесо вот так вот будет делать. Ну, в общем, провода долго не проживут. Поэтому желательно их точно так же здесь закрепить дополнительным хомутом, стяжкой, гвоздём. В общем, всем, что найдётся, главное — провода не испортятся. В остальном, ну, как бы. Всё сильно по желанию. Следующая часть — это, соответственно, установка вещей, ну, стоек. Для того, чтобы сверху можно было бы загореть. Вот есть такие вот стоечки. Высотой они могут быть от 9 до 10 сантиметров. 90-100 миллиметров. 9 — это самый-самый минимум. Сверху должна быть очень жёсткая вещь. Стоять вырезанная, например, из композита, чтобы она сильно не прогибалась. Даже в этом случае желательно поставить ещё одну стойку по середине. Это прям вообще... Ну и далее два варианта, соответственно. Первый вариант — ставим такую же вырезанную штучку. Вот. Центруем. Для того, чтобы всё не выставлялось. Центруем. Посмотрим на отверстия, которые вырезаны там, и на отверстия, которые у нас получились здесь. И вверх закрываем диском диаметром 42 сантиметра — 420 миллиметров. Ну, всё. Как говорится, осталось установить. Ну, устанавливать можно по-разному. Я бы рекомендовал следующее. Приклеиваем сами по себе стоечки. Клеим ПВА. А потом, после того, как робот уже будет непосредственно собран, закручиваем шурупчики. Ну, приступим. Да, что-то. Флохо. Вот. Рыба к нехе до сих пор этой, Это и в хорошую постельку. вот так и пока вся эта история высыхает на это должно уйти ну порядка хотя бы часа примеряем смысл такой что при приклеивании можно чуть-чуть подвигать шурупами же такие вещи обычно не проходят смысл в том чтобы ничего не выставлял решила все-таки установить центральную опору для того чтобы ничего не прорвалось заодно соответственно это опора будет крепежом для самих проводов чтобы они никуда не делись ну ее стоит сделать из более толстого как мы видим ставим приклеиваем но опять ждем там час вот после того как все засохло смысл следующий вот эти вот провода самое главное чтобы они никуда не попали дальше и значит либо мы как я говорил до этого крепим вот так либо ну самая простая часть это стяжками после того как приклеится закрепляем иначе сами по себе стойки и вообще все что делается делать столько для одной вещи для безопасности в общем закрепляем стяжкой на причина в чем в том что вот это вот если будет ездить без сверху закрыты вещи особенно под питанием всегда вот сколько бы ни делали чтобы вы не делали как бы вы ни старались на это всегда упадет болтик всегда упадет какая-то тяжелая вещь всегда она ударит когда он под питанием либо закрывается это все непосредственно крышкой либо не более там условно пяти минут потому что вот так вот раз так вот два раз и все очень плохо поверьте искры от контролера очень и очень и очень невеселые были веселые смотри посмотреть